Добрый день. Я Искин Александр Борисович, 1925 года рождения, 1 мая. В городе Лохвица, Полтавской области, родители мои были. Мама была домохозяйкой, папа работал в типографии наборщиком. Полтавы из Лохвицы уехали в Харьков. Мне было тогда три года. В Харькове отцу дали квартиру, потому что он работал наборщиком, хорошим наборщиком, и ему выдали квартиру прямо в центре города Харькова, около Газпрома. Таким образом, отец работал, мать была домохозяйкой. А в 15 лет, в 41-м году, мне исполнилось 15 лет, началась война. Отец быстро приехал домой, захватили кое-какие вещи, и мы эвакуировались. Бежали, по сути дела, не эвакуировались, а бежали, где отцу дали возможность поселить нас. И сам сел в вагон. Уехали мы в Среднюю Азию. Ну, по дороге нас бомбили, конечно, и всё, что угодно было. Это рассказ особый. Приехали туда, в Каган, отец немного поработал, а я работал, мать дома была. Отца забрали, ну, призвали в армию, и я остался с матерью. Мать искала своих родственников и нашла их в Фергане тоже. Смотреть, смотреть на него. Мать искала родственников, нашла их в Фергане, и мы переехали в Фергану. В 43-м году я немножко работал помощником киномеханика. Возил кино за 15 километров в город Фергану с железной дороги. Я пошёл в обл. в военкомат и попросился. Он говорит, ты ещё малый, тебе ещё нет 18 лет. Но, в конце концов, он смирился, и в марте месяце забрали меня в армию. 43-й год, март месяц. Это начало моей военной службы и войны вообще у меня. Вот так. Что дальше? Дальше я попал в учебный полк. Три месяца пробыл там, и нас направили на фронт. На фронте второй украинский фронт. Немного я там побыл, и нас перебросили. Это был уже переломный период, переломный период войны. И нас перебросили в Прибалтийский военный округ. Там я немного побыл помощником, помощником... Сашенька. Отказался ехать в госпиталь. Мы посадили их на самолёт. И меня вернулись, мы меня положили в батальонную... В батальонную... В санитарную батальонную больничку. Я не видел, не слышал и не говорил после этого, после этой контузии. Пролежал я там месяц, потихоньку стала приходить ко мне. И говор немножко... Сестричка за мной ухаживала. И видеть стал, и... И слышать. И в это время зашёл командир батальона, который нас направлял, и говорит... Саша, вы с Матвеем награждены орденами славы за спасение... За спасение командиров. Этот командир батальона, его фамилия Иван Третьяк. О нём очень много я расскажу потом. Когда... Расскажу ещё один эпизод, когда мне вручили орден Красной Звезды. А потом я о нём расскажу. Значит, время начиналось такое, что немцы чувствовали свой крах. Они сидели уже в Прибалтике, но силы свои все собрали там. И поэтому нужно было как-то работать так, чтобы освободить всю Прибалтику. Долго этим занимались. И, в конце концов, приняли решение нас троих... Вот. Нас троих. Старшего лейтенанта. Я забыл фамилию. Не надо, потом рассказывайте. Старшего лейтенанта. Сержанта и меня. Я был тогда ещё ефрейтор. Назначили на разведку. Это очень тяжёлый труд был. Нам каждого отдельно вызывали, а каждому отдельно давали задания. И все мы трое должны были выполнить это задание. Нас посадили на кукурузник, на самолёт. И в разных местах выбросили на парашютах. Выбросили на парашютах. И мы должны были в определённом месте... У нас были карты. В определённом месте встретиться. Вот. Каждый, кто в определённое время выполнил задание, приходил на это место и ждал своего следующего товарища. Ну, мы с товарищем Ефимом встретились, выполнили своё задание. А его, старшего лейтенанта, так и не дождались. Вернулись в часть, доложили об этом. И, оказывается, этот старший лейтенант попал в плен. Был казнён. Пытали его. Был казнён. И вот я вам интересную вещь зачитаю. Он оставил письмо. Он оставил письмо сына. Его казнили. Его казнили. Немцы казнили его. Пытались узнать, с какой целью он разведку увёл. И поэтому его казнили. А он оставил посмертное письмо своему сыну в Таллинн. Час назад я получил задание, выполняя которое, могу живым не вернуться. Это ты, мой малыш, не пугайся и не унывай, и не унывай. Гордись такой гордостью, какой идёт твой папа на смерть. Не каждому доверено умирать за Родину. От выполнения моего задания зависит благополучие нашего родного города Таллина. Ради этого великого благополучно буду выполнять задание до последнего вздоха, до последней капли крови. А потом, уже в местной газете, это из местной газеты, мы узнали, что его казнили и наградили его посмертно героя Советского Союза. Прибалтийским фронтом командовал, там три направления было, командовал Баграмян маршал, Ерёменко и ещё один Маслов генерал. Вот всё об этом. После этого его, этого старшего лейтенанта наградили посмертно. Я сказал, героя Советского Союза дали ему и зачислили в эту дивизию как участника боевых действий. Через некоторое время сообщили нам, что нам с товарищем, нас наградили орденом Красной Звезды за отличные разведывательные данные. Вот всё об этом. Дальше что идёт? Дальше как-то на привале, там, в Прибалтике, подошёл ко мне почтальон и говорит, Саша, вот возьми газетку «За Родину». Видишь? Я говорю, вижу. Вот твой командир тут. Я посмотрел, а этот, который мне вручал тогда орден славы, приходил в больницу. Он сфотографирован в погонах подполковника «Шапка на бекрень» и «Звезда героя». 24 года ему было тогда. Вот. И я хочу рассказать об этом Иване Третьяке, потому что у нас дружба пошла долгая-долгая. Я уже помню, даже когда он начал служить в Белорусском военном округе. То есть так, я уже был подполковником, служил в Кызы Литувинской республики. Вы? Да. А где вы закончили войну? А войну в Лебаве закончил. Это где? Это Литва. Поняли? Там закончили войну. А закончили как? Мы слышали «Ура! Стрельба со стороны». И потом нам сообщили. Появился капитан, который ходил и говорил, «Я покупаю ребят в танковое училище. Кто хочет ехать учиться в танковое училище?» А я говорю, «А куда?» Он говорит, «В Харьков». Думаю, пойду, а там как-нибудь и всё, и уйду совсем. Потому что уже 25-й год был на выходе. Я согласился, нас посадили... Он собрал группу большую. Нас посадили в Теплушки и привезли в Челябинск. В каком году это было? Это было в 45-м году. В 45-м году. Ну и начал учиться. Что сделаешь? Приказ есть приказ. Начал учиться. Стал курсантом. Вот есть фотография, я показывал её. Курсантом только пришёл. Курсантские погоны надели и всё. Вот. Это училище нам сказали, что оно годичное, и мы получим младших лейтенантов, и нас выпустят за год. Потом сказали, вдруг... Два года. Мы два года отучились. Потом сказали, что три года. И мы три года отучились, и я выпустился техник-лейтенант. Я окончал танковое училище на танках ИС-2 и ИС-3. Иосиф Сталин-2, Иосиф Сталин-3. Вот такие танки. Вот такие танки. 50 тонн, 60 тонн. Нам... Нас возили, водили на завод, где командовал Зальцман. И Сталин ему... Эти танки определяли командиром танка ли офицера. Командиром танка офицера. Поэтому... Сталин отдавал приказ такой. Столько-то офицеров, столько-то танков на фронт. Расскажите ему. Это я слышал. И... Я поехал служить на Дальний Восток. Я не очень сильно рвался к учёбе. И поэтому у меня оценки были не сильно хорошие. А там смотрели так. Кого на Дальний Восток, а кого в центр. Вот меня на Дальний Восток. Я на Камчатке был, на Сахалине был. Служил. Там тоже танки были. Только там были танки 34-ки. Т-34. Вот. Ну... После службы, когда я демобилизовался из армии, 35 лет служил, сын начал агитировать, уехать в Израиль. Жена болела очень. Очень болела. И я посчитал, что необходимо там, наверное, полечить лучше. Потому что на Украине был уже хаос. Форменный хаос, где мы жили в Донецке. хаос. Лечили страшно, нехорошо. И потом пошли всякие передряги. И сын, и жена настояли, чтобы мы поехали. Вот так. В каком году вы поехали? В 96-м. На Камчатке три года, на Сахалине два года. в Бийске, Алтайского края, где? Красноярске. А как вы оказались на Украине, в Донецке? А я уволился и я решил уходить. Потому что погоны снимут и и того не заслужишь. Правда, я и не получаю пенсию. Не получаю я пенсию, потому что на Украине у меня там родственники. Там мама была еще жива. Жены, мама жены была. Мой отец еще был жив. Решил устроиться на работу. Пенсия у меня была приличная. Полковник и вы же понимаете. Но однажды гуляя по Донецку я встретил, да, остановилась машина легковая. Посигналили и вышел оттуда подполковник. это бывший мой начальник политотдела. Говорит, Саш, что ты тут делаешь? А я в гражданском был. Я говорю, я уволился, вот, приходи к нам, у тебя в полку. Мобилизационная работа была поставлена на высшем уровне. Приходи, у нас мобилизационные отделы есть, будешь работать, будешь получать дополнительные деньги. Я говорю, подумаю, пришел жене, сказал, она говорит, конечно, о чем болтаться. Еще здоровый дядька и начал работать в обл. военкомате. Так вот, вы помните, я рассказывал, что мне почтальон отдал фотографию с газетки за родину на третяка. Я ее спрятал в полевую сумку и уже будучи подполковником, заместителем командира полка, в Кызыле. Мы зимой поехали отдыхать на курорт. Зимой работы такой нет для военных. И вот однажды, выходя из одной процедуры, я услышал ребята рассказывают «О, третяк, наш третяк». Я говорю «Иван третяк». «Да». «А кто он?» «Он командующий белорусским военным округом». «Я приехал, когда вернулись, прилетели в Кызыл, я залез в эту сумку и нашел эту фотографию. Я взял конвертик, написал письмо ему поздравительное, что-то какой-то праздник был, и отправил. И вот он мне тогда прислал письма. Вот они, еще не все, где-то я, вот одно, вот второе поздравление. Генерал-полковник, значит, солдату своему, он знал, что я уже подполковник, и приглашал меня к себе туда приехать. А потом написал письмо, что его вызвали в Министерство обороны, и предложили ему должность начальника тыла Советской армии. Он говорит, я же командир, я не тыловой работник. А, не хочешь? Тогда езжай на Дальний Восток. И его отправили на Дальний Восток, командующим. А там выше на одну звезду. Он генерала армии получил. Но только он, если вы слышали такое, Даманский остров был, Даманский, там же шли бои. Китайцы что-то хотели там сделать. И вот поэтому его туда послали. Он строитель сильный. этот Иван. И он огородил всю границу электропроводами. и видимо за это ему вручили звезду героя соцтруда. Вот это он написал мне. в начале закончить с Иваном Третьяком. Не, давайте потом. Потом? для поколения это очень важно. Потому что они должны знать как мы перенесли всю эту тяжесть и создали им условия для хорошей жизни. а в отношении музея чтобы они видели это своими глазками. что как Израиль воевал как он завоевал как евреи завоевали эту страну и как и этот музей все хорошеет и хорошеет. Я уже недавно тоже был там смотрел я был в начале я показывал он совсем старенький он был а сейчас он новый обновленный он рассказывал нам показывал все так что очень приятно.